Какие конкретно первоначальные предложения готов внести наблюдательный совет для эффективной работы и решения конфиденциального вопроса Крымской власти? Учитывая из того положения, которое мы видим сегодня визуально и исходя из тех статистики, которые нам удалось ознакомиться, первое решение это я бы предложил создать рабочую группу по вертикали вице-премьер Российской Федерации, вице-премьер Республики Крым, общественность и те министерства ведомства, которые отвечают за те или иные вопросы в решении проблематики. То есть эта рабочая группа статусно должна все-таки выходить на федеральные органы, потому что надо контролировать уже весь процесс реабилитации, восстановления всех прав крымско-татарского народа. И второе, мы можем сами провести, конечно, организовать и провести съезд, но я бы хотел, чтобы действующая власть сегодня осознала о необходимости, именно о необходимости, не для крымских татар, а необходимости вот этого института для того, чтобы объективно, прозрачно, поступательно решать те проблемы, которые сегодня имеются. И это не только мои пожелания, это было то пожелание, которое президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин озвучил и 16 мая в Сочи на встрече, когда сказал, что вместе с крымскими татарами, вместе с республиканскими федеральными органами власти. Я вот такой путь видел бы. Ну и, конечно, для того, чтобы вовлечь наш народ, активизировать, потому что у нас интеллигенция, у нас профессионалы, у нас люди очень много со специальным образованием, я бы хотел, чтобы мы все-таки создали крымско-татарский общественно-государственный центр развития. Это общественно-государственная структура, где на какой-то период этот центр работает, раскрутить его для того, чтобы увидели, что здесь, в Крыму, в этом вопросе все нормализовалось, идет процесс, который приветствуется самими крымскими татарами. И я думаю, если все вот это вот так вот с помощью, с пониманием государства осуществится, я думаю, ситуацию, возможно, будет выровнять. Ну а почему я говорю про рабочую группу по вертикали? Потому что сам федеральный закон реабилитации репрессионных народов, в частности, требуется внимания федеральных органов власти. То есть не внимания, а участие. Поэтому целесообразность вот этой рабочей группы я вижу. Потому что семь лет прошло, как говорится, сам внутренний дискомфорт, я уже так скажу, мягко, да, он имеет место и продолжает усиливаться, усугубляться. Ну, я бы не занимался этой деятельностью, если бы не верил в мой народ, мой очень воспитанный народ, интеллектуально развитый, да, имеющий за плечами историю, историю государственности. Поэтому я хочу, чтобы весь наш народ вновь начал участвовать в процессах своего развития, не оставался в стороне. И я думаю, что в скором будущем это почувствуется и по деятельности центральных властей, и по деятельности общественных организаций. Поэтому, веря в свой народ, я думаю, что я хотел бы, чтобы в этот процесс вовлеклись все больше и больше людей. И это не было делом, например, отдельно Римзи или отдельно Садыка, чтобы это снова стало делом всего нашего народа. Даже президент неоднократно подчеркивал, что мы должны бороться за свои интересы, должны добиваться и должны включаться в эту работу и не ждать, что кто-то за нас чего-то решит. Без крымских татар, президент подчеркнул, мы не сможем это эффективно сделать. И я хотел бы, пользуясь, так сказать, случаем, призвать всех наших соотечественниками включиться в эту борьбу, включиться в это национальное движение и добиваться своих прав. На этом мы заканчиваем нашу презентацию. Я думаю, что наблюдательный совет будет продолжать свою работу, а мы будем активно освещать эту работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова